В региональном волонтерском штабе ежедневно кипит работа. Добровольцы акции «Мы вместе» принимают звонки от пожилых людей, которые находятся на самоизоляции. В Самарской области для жителей старше 65 лет ее продлили до 17 января. На горячую линию бабушки и дедушки звонят по различным вопросам. Иногда они просто обращаются к нам, чтобы с вами пообщаться, так как некоторые одиноко живущие, им просто не с кем общаться дома. И иногда мы с ними общаемся, им становится легче и нам интересно. Но чаще всего люди преклонного возраста оставляют заявки на продукты и лекарства. Добровольцы привозят заказ на дом, соблюдая все меры безопасности. Добрый день, мы вам принесли продукты. Так, ставим на пол. Будьте здоровы. И вам, чтобы не заболели, не дай Бог. Хорошо, будет выполнено. Оставайтесь дома, соблюдайте самоизоляцию. В преддверии новогодних праздников добровольцы лично и по телефону напоминают пожилым людям об ответственном подходе к сохранению своего здоровья. Объясняют необходимость избегать людных мест и личных контактов. Я хочу прям призвать всех и попросить остаться в этот Новый год дома, потому что нужно все-таки сохранить наше здоровье, особенно наших бабушек и дедушек, потому что они очень подвержены заболеваниям, тем более у них есть сопутствующие болезни. И поздравить лучше своих родных по телефону или также по видеосвязи записать, может быть, даже кто-то из родственников сможет ролик интересный придумать и отправить. Сами волонтеры тоже готовят новогодние поздравления для бабушек и дедушек и уже начали принимать заказы на продукты к новогоднему столу. Каждый доброволец делает свою работу на совесть и от чистого сердца, ведь помогать – это по-самарски. Это что-то идет от души человека. Ты чувствуешь эти эмоции, его радость, восторг, когда он остался один, но есть и люди, которые неравнодушны и готовы ему помочь. Обратиться за помощью волонтеров можно по телефону, который указан на экране. Светлана Кудрявцева, События. Светлана Кудрявцева, События.